так fighter и всем привет вы на канале fighter tv и с вами ваш не сменный ведущий артем шубин только что обпахали сейчас на дворе получается у нас 28 февраля начнет 1 сегодня 1 марта уже первый день весны и я решила записать этот видеоблог для своих потомков и рассказать как кого выезжать на выезды будучи тренером председателя спортивного клуба будучи когда ты ведешь по 4 от 4 до 7 тренировок в день и ты именно этого ты еще и тренируешься утром и тренируешься ведь пятого часа у меня уже поедино сегодня вечером только прошел мой последний тренировать последний тренировочный процесс последняя тренировка я сейчас нахожусь как раз в раздевал очки у себя в тренерской и это непередаваемое ощущение так как я действительно готов на все сто процентов я уставший до трениров мы только что отработали нападах минимум трех до пяти раундов нападах перед этим я бегом кросс четыре километра после этого после кросса выполнял к 300 колени на снаряде далее работаем еще ногами по 30 мидом киков справа и с левой ноги но тем не менее настроение просто огонь так как я обожаю то что я делаю и меня поймут наверно только те кто действительно фанат фанаты единоборств на китайского бокса фанаты сражений состязаний соперничестве быть лучшим это я конечно честно не ожидал что в этот раз опять же получится испытать это же ощущение а это как наркотик действительно сам тренировочный процесс сама подготовка это как просто книга и фильм который может писывать и писать и вообще не знаю записывать даже в книгу можно так как это очень разнообразный процесс и включает в себя множество нюансов хоть диетологов до спортивного питания специальных кардио тренировок режима дисциплины питания это просто ценный ценный ряд особенностей которые ты непосредственно проходят вот моя подготовка началась в начале февраля месяц в январе медицин мне было плохо я не понимал что со мной происходит и это была болезнь скорее всего это была болезнь я вы окончательной 1 января получается заболел в окончательном периоде времени где-то 8 числа вставляется неделя прошла болезнь я понял что нужно сделать тест на ковид я сделал тест он был отрицательным но я не понимал что происходит до конца месяца до конца января думал что действительно все мне уже подсказывали что дружище это уже возраст и ты уже не сможешь боксировать так как ты боксировал до этого посмотрим эти соревнования дадут результат и дадут знак как действительно я готов соревнования действительно серьезный кубок ленинградской области платайского лубов я думаю что будет достаточно спортсменов с разных уголков страны открытый турнир и вот в начале января в начале февраля начал подготовка я почувствовал силы после болезни тарик после того как я вылечил я почувствовал на рее скачок энергии скачок сил начал подготовку ну как потихонечку помаленечку начал тренироваться начали то включает тренировочный процесс на первой неделе мы не берем я даже не знал что будет турнир как-то так мельком видел и где-то две недели 11 11 февраля я уже начал спарринговать это сто процентов я помню 15 спаррингов 11 февраля 12 февраля то есть официально можно заявить так с 11 февраля но из 14 это сто процентов я уже знал я уже готовился 2 получаются две с половиной недели интенсивных тренировок а именно по две тренировки людей чтобы вы понимали это в 10-30 и в 19-30 кто включает себя тренировочный процесс к примеру да кому интересно я думаю будет интересно тем кто действительно хочет знать про мою личную жизнь как я вообще веду свой образ жизни скорее всего это будут близкие люди или к те кто меня знает знаком по каналу или просто лично вот специально для них если кто-то нему кому-то неинтересно вы можете промотать тренировочный процесс включаются первое это режим режим ежедневно ты должен быть как бы ты не хотим 10-30 стали и в 19-30 соответствует и как бы ты не хотел ты должен выполнять определенную работу конкрет кардио ежедневно чаще всего это бег утром бег и ведь также включаются тренировочный процесс плавания так и бег бывает надоедать к примеру завтра среда второе число у меня будет плавание в бассейне но это будет уже более такое размеренное размеренное плавание я как раз уже сходил в душ помылся говорится освежился чтобы путным не сведей тренировочный процесс закончился но насчет плавания да действительно завтра плавание 2 марта а 3 марта у меня массажик массаж полностью всего темно спортивный массаж с элементами с применением масел тайских до специальных разогревающих но и в пятницу уже вылет непосредственно в одиннадцать двадцать чувствую я как уже сказал на все сто процентов да то есть тренировочный наград должен проходить так чтобы тебе было не стыдно да прежде всего перед собой когда ты выйдешь в бой ты действительно знаешь что ты можешь дать бой что ты дашь поединок то у тебя дыханка не ослабнится ты не будешь пропускать удары что ты будешь наносить удары и твоему сопернику будет нелегко это минимум что действительно прежде всего победить самого себя я сейчас понимаю что меня победить достаточно непросто обязательно выдерживаем период без тренировок то есть считайте сегодня воскресенье вторник среда четверг пятница три дня без тренировок завтра у меня утром бассейн это чисто легкий темп размеренный на 1 на боне на размножение чтобы форма просто не потерялась это как бой с тенью на тренировку история самая зимой вечером поработаю бой с тенью но может быть чуть-чуть нападок поработать можно три по три но без каких-либо кроссов без каких-либо дополнительных нагрузок то есть меня банкрот один воскресенье 10 километров да это очень важный кросс который выполняется по выходным и он влияет на общую выносливость он дает тему мощь мощь выносливость то есть выбор мы можете наносить много очень много ударов и при этом не уставать а также на плечевой пояс работает с утяжелителями или с гантелями просто с гантелями чтобы плечевой пояс был мощный и ты мог выбрасывать многочисленные удары во время поединка но впрочем все узнаем пятого все узнаем пятого и шестого на ринге надеюсь что я покажу зрелищные пойди но знаю что действительно бойцы серьезные есть и я знаю что едут и мастера спорта я знаю есть чемпионы и призеры мира которые могут попасть мой весовую категорию но тем не менее я не внула я готов готов им противостоять готов выйти и достойно сразиться на поле ринга гатчинг они отсиживаются где-то в области или в городе знаете будучи зная что я здесь могу выиграть на все сто процентов или же не еду там какие-то другие места что думая о том что я проиграю мне это разница особенно нету мне главная процесс на на я заряжен главная подготовлен мои пушки заряжены как говорится но и в ценном спасибо всем я уже попозже чуть-чуть и повещу кто со мной непосредственно участному подготовку данный момент вот такое вот предисловие вот такое вот настроение и настрой эта неделя будет действительно жаркой действительно максимально эмоциональной и достаточно достаточно много событий предстоит мне на этой неделе так что буду держать вас в курсе новостей тем не менее прошу вас подписаться на канал поставить конкульчик уже до начала этого видео рекомендовать это этот канал и видео друзьям и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот мы в аэропорту с командой файтеров Василий, Семен Чернаков. Ждем вылета, гоняем чуть-чуть вес, воздерживаясь от еды, воды, что не очень в данный момент. Так что изнурительные часики пошли. 12 часов, а сейчас 10, 10, 20. В 12.00 мы будем в 12 с чем-то в Санкт-Петербурге и в 18.00 взвешивание. Ну вот мы в Санкт-Петербурге с Василием. Вася, как дела? Как ощущения? Как самолет? Отлично, самолет хороший. Вот первый у него опыт был полета в самолете. Так что двигаемся на автобусе до московского, до метро Московская. Вот мы и заселились с Василием в комнатку на Гатчине. Город Гатчина. Вот такие апартаменты у нас. Однокомнатная квартира. 4800 за три дня. Пожалуй. Это те самые апартаменты, которые я снимал уже в предыдущем году. Абсолютно одинаковый адрес. Абсолютно одинаковая квартира. Ну и обстановка в том числе. А сейчас мы с Василием идем куда? Кушать. Столовую наконец-то. Непонятно, весы показывают. То 66,15. То 66, то 67,100. Короче, я сам не понимаю, сколько я вешу. Василий весит у нас. Как у Василий весит? 39,45. Отличный. Модрый. Да. Гачный. Ты сам как-то будешь. Хорошо. Красавчик, красавчик. Чего такие ближайшие события? Жизнь. Скоро, чему и марта. Маме надо будет подарок купить. И сестрам. Вот такие вот планы у Василия. Ну, прежде чем это все организовать, нам нужно выступить достойно на турнире, наверное, да? Сейчас конкретно завтра уже будет взвешивание в 10.00. Перенесли взвешивание с сегодняшнего дня. Что было бы быть сегодня с 18.00 до 20.00. Но перенесли на завтра, к сожалению. Чтобы либо вес не гоняли, либо чтобы выполнить ограничения определенные, связанные с ковидом. Такие вот дела, такие обстоятельства. Тем не менее, мы до сих пор еще не кушали, а время уже 2 часа. Так что мы уже голодные и помчались непосредственно в столовую. Вернулись с Василием, с жеребьевочкой. Пока что она еще не завершена. Ждем решения. Ждем, когда у нас уже будут известные соперники. Ну, а сейчас мы, наверное, немножечко покушаем. Покупили вот такую вот еду, порцию. Такая вот специальная упаковочка. Здесь гречка у нас и котлеточки. Есть микроногновочка, в которой мы это аккуратненько расположим. Накроем стол и хорошенечко покушаем. Где у тебя, кстати, вот такая бутылка твоя? Твоя где? А, вот она, вот она. Да, 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 да. Ну, наверное, йогурта мы не будем сегодня кушать, да? Покушаем исключительно это. А после мы пробежимся буквально кроссик метра 2-3 пробежимся темпом. Ну, чтобы бой с тенью раскидаем, чтобы быть в форме, чтобы быть в тонусе, ну и чтобы весовая категория, соответственно, заявляет. Что, Василий, может, что-то хочешь передать? Занимайтесь спортом, не бросайте его никогда. И удачи вам. Вот так вот. Удачи всем и здоровья. Как главное, живите трезво, верьте, и у вас все будет хорошо. Несмотря ни на что, встречайте трудности только со мной. Вот она, вот она намечается. Это самая вечерняя пробежка. Молоденько покушали, килограммчик набрали. Ну, Василий, 40-300. 300 грамм нужно скинуть. Так что, вперед, вперед. Бег вокруг дома. Чуть побольше может пробежимся. Бои с тенью сделаем. И уже будем конслировать вес на весах. День ИК назначен. Уже только что проснулись и увидели в списке пар. Я боксирую 28-й парой. Довителем Санкт-Петербурга из спортивного клуба «Клетка». Под руководством Андрея Басынина, который тренирует Василия. У нас сегодня в списках нету. Он попал сразу в финал. Подготовились, собрались мыслями, с настроем. И сейчас будем выдвигаться уже непосредственно на арену. Сейчас у нас вес, в принципе, подготовлен. 56-600 я взвеснулся с утра, проснулся. Василий 39-450. Тоже в целом все хорошо. Сейчас даже есть небольшой момент, чтобы мы можем немножко себе позволить что-то покушать. Время на часах 9-30. В 10 начало взвешивание. Подготовили мы все необходимое. А это перчатки, защита паха, капы. Все с собой взяли непосредственно для того, чтобы провести пари. Продолжение следует... Ну что, вот мы и вернулись. Чемпионат и первенство с Кубка Ленинградской области с первого дня с Василием. Эмоции переполняют нас. Я, так скажем, рад, что выиграл поединок и вышел на финал. Семен выиграл техническим нокаутом во втором раунде с ногтя. Режущий ноготь снизу вверх. Вот именно вот такое движение попало точно в цель. И у нас оппонента у моего рассечения в области брови. Так что он был завершен. Победа удали не. Так же Василий выступал. Ну что, рассказываю, так выступил. Что получилось, еще не получилось, какие ощущения? Ну, в общем, я занял третье место. Физухи в конце не хватило немножко. Но вот так все нормально. Физухи не хватило, да? Ага. Все остальное получалось, как ты начинал, ты там с ноги пытался ударить. В основном с ноги нога, а потом развитие должно было быть. Рука, рука, нога. Ну, вот, к сожалению, да, вот, но тоже не всегда получалось. Не всегда. Ну, в борьбе в целом, да, были неплохие моменты, когда ты его скручивал. Но тоже не все моменты, как скажем, приводят их к успеху. А так, в целом, я считаю, что достойно выступил во втором раунде, если нанес удары бэклистом. И поразил соперника в нокдаун. Неплохой удар, попал и был начитан нокдаун соперника. Но мы что делаем? Выводы определенные, да? То есть вывод заключается в том, что нужно тренироваться, выносливать. А именно бег, допустим, да, вот мы вчера были на пробежке, чувствуем, да, что ты немножко остаешься, скажем, да, бежать по-натижому. Понятно, что ботинки были немножко неспортивыми, но тем не менее, если бы ты берем до этого, у тебя было бы, даже несмотря на то, что эти ботинки были ботяженные, ты бы этого не ощущал. Так что, ребята, бег, специальная выносливость этого упражнения, круговые упражнения, да, круговые тренировки, обязательно. Я, если честно, тоже сегодня немножко продышался. Я бы мог дышать дальше, но были, конечно, моменты, да, действительно, что тоже тяжело. Видно, что я оппоненту тяжело и мне тяжело. Но тем не менее, в этом и заключается успех и роль победителя. До конца, идешь именно до конца, сквозь зубы, и видишь цель, бьешь его. И, несмотря ни на что, не отстаешь, не отступаешь. Впрочем, все на этом. Вот первый день завершен. Вы посмотрите ролик, видео есть моего поединка. Уже оценили, да, точнее, уже оценили. В общем-то, вот так вот прошу мой поединок. Ну и завтра кино. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет. Ну что, только что вышел после поединка. Я чемпион, чемпион Ленинградской области. Кубок, Кубка Ленинградской области по тайскому боксу. Всем спасибо за внимание. Посмотрите видео. Вот здесь еще Алексей занял второе место. Так что, всем привет. Очень рад. Все три раунда, да, забрал, по-моему? Все три раунда за мной. Подышал хорошо, отлично. Харт-пацан тоже оказался крепкий. Весовая категория сказалась об этом. Несмотря на то, что он весил 71 кг. А я 66-600. Я это сделал, выиграл. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и конокольчик. А мы едем отдыхать. Ну вот и окончание турнира. Мы с Василием сидим в вестибюле. Я уставший и радостный. Василий просто уставший. Голодный. Наверняка, нет? Не голоден? Нет. Вот. С Васей мы сейчас поедем кушать. Вася грамотный. Нас, как обычно, все раскидывают. К чему они нужны? Вот он, вот он, кубок. Покажи камеру. Вот такой трофей везем в Северодвинск. Так что, друзья, всем, кто поддерживал нас, спасибо большое. А мы завтра выдвигаемся в Аквапа отдыхать. Ну вот мы и выдвигаемся уже непосредственно домой с Василием. И у нас там Василий подрезает меня. Со всех сторон. Съехали из квартиры только что. Двигаемся в сторону остановки. 400 метров у нас тут от дома. Семен Чернаков с нами сегодня тоже посетит Аквапарк Питернэнд в Питере. Сам ни разу там не был. Говорят, очень там хорошо и тепло. Что, Василий, скажешь? Нету снов, Василий? Василий в предвкушении просто. Предвкушение сегодняшнего дня. Сам путь вообще важен. Сам путь. Ощущение. Поездка, конечно, удалась на снау, я считаю. Много эмоций положительных, в том числе. Опыт, вообще взаимодействие. Опыт в другом городе, да, нахлаждении и так далее. Василий это тоже на себе все ощутил. Как вообще все проходит. Сколько участников было на ринге и все остальное. Это все атмосфера, за которой мы приезжаем. Набираемся опыта и уже непосредственно передаем позже этот опыт нашим детям и остальным занимающимся в Питерску. Вот, кстати, Гатчинская поликлиника. Остановочка уже рядышком. Такие тротуарчики. Снег еще до сих пор. Гатчин. И вон те самые автобусики, которые нам необходимы. Нам нужен 100. По скухам, данный автобус ходит один раз 10-15 минут. Ну что, все, следую в аквапарк. Субтитры сделал DimaTorzok Ходили в аквапарк Питернэнд. Счастливые, довольные. Все понравилось. Три часа покатались на всех горках, которые может быть. Думали, что там очень много горок. На самом деле не так много горок, как оказалось. Но в целом все счастливые, и очень много бань там разных. Просто финская, русская, украинская, еще какая-то румынская. 5 горок всего лишь, да. И большие очереди, и очень мало ватрушек на самом деле. Что не очень хорошо. Так что рекомендую вам аквапарк в Бонгогде. Он новый, современный. А этому аквапарку уже порядка 10 лет. Наполняемость большая. Но очереди, огромные очереди. И слишком редко спуски. Частота слишком слабая. Надо бы ускорить. Если честно, я бы ускорил в разы. Ускорил бы сброс, так скажем, да. То есть выход с горки я бы ускорил. Но тем не менее, выдвигаемся теперь в центр города, на Невский. А там мы, скорее всего, посетим бургерную. Что, вот мы в аэропорту. Вот и заканчивается наша поездочка в Санкт-Петербург. Ждем вылета. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал, если понравилось это видео. Ставьте колокольчик, лайк. Надеюсь, что YouTube не заблокирует к этому времени. Всем до новых встреч. У нас Васька пришел. Как для нас, Василий, расскажи. Хорошо. Хорошо, отлично. Как тебе поездка в Санкт-Петербург? Отлично. Что понравилось, что не понравилось, расскажи. Понравился аквапарк и бургерная. Не все, да? И соревнования понравились. Вообще вся поездка понравилась. Красавчик, красавчик. Вот, ребята, берите пример с Василия. Занимайтесь спортом, занимайтесь тейтингом. Приходите на тренировку спортивных фейтеров. И начинаете тренироваться, заниматься. Будете также ездить, как Василий, на турниры. Выступать достойно. Ну и получать максимальное впечатление от процесса. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok